Это итоги недели. В студии Ольга Васенда. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих семи дней. Годовая инфляция – знак качества. И осенний уикенд. В ноябре белорусов ожидают длинные выходные. В каких числах? Плюсы и минусы. В Бобруйском горсполкоме подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. Обеспечено выполнение прогнозных показателей. Куда держим курс дальше? Укол иммунитета. В Беларуси полным ходом идет вакцинация против гриппа. Ожидается одновременная циркуляция двух вирусов – вируса гриппа и коронавирусной инфекции. Панацея или спасение. Страна отметила день отца. Мой папа самый крутой. Я желаю ему, чтобы он был добрым, ласковым, любимым. Как вырастить настоящего мужчину? Здравия желаю! В Бобруйске на базе инженерно-аэродромного полка открылся военно-патриотический клуб. На примерах показывать, что хорошо, а что плохо. Почему важно воспитывать преданность Отечеству с детства? Великий махинатор простится навсегда и пора платить по счетам. В Новой Гвинеи отключили электричество. Кто допустил промах? Важно все. От идеи до воплощения. Президент провел совещание по вопросу совершенствования системы планирования стратегических проектов. Шоковая перенастройка в мировых, политических, экономических, финансовых отношениях побуждает каждую страну думать не только о защитных и компенсирующих мерах. Надо просчитывать дальнейшие перспективы развития национальной экономики, а значит и государство, отметил Александр Лукашенко. При этом труды ученых не используются массово. До производства доходят не все новые разработки. Есть другое направление. Создание новых производств. Ну, к примеру, атомная электростанция. Мы же вообще не в зуб ногой, как в народе говорят, ничего не умели в этом плане делать. Сегодня создали целую отрасль. Помните, я вас долго и журналистов своих, и вас уговаривал о том, что надо атомную станцию построить. Да, у нас народ чернопольский, трудно... Но это мое решение. Я пойду и приму это решение. Надо ее построить. Ну, выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Мы определились, или мы добавляем два блока к существующей площадке, на существующей, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. Беларусь сегодня выпускает крупнейшую на планете карьерную технику. Есть космические программы, разрабатываются и испытываются продукты инновационной биомедицины, которые не имеют мировых аналогов. При этом нужно более углубленно развиваться в разных направлениях. И отвечать за стратегически важные проекты будет не только правительство, но и губернаторы, подчеркнул на совещании президент. Ставка на отечественное, подготовка к полету и зерно для жизни. В Беларуси планируют увеличить производство маслячных культур. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Годовой уровень инфляции в стране обновил исторический минимум и составил 2%. Главной причиной остается сохранение ценового регулирования. Уменьшилась стоимость непродовольственных товаров, подешевела и сельхозпродукция. Напомним, прогноз правительства относительно инфляции по итогам 2023-го не более 7-8%. На следующий заложен потолок в 6%. В республике рассчитывают увеличить производство маслячных культур. Ставку делают на подсолнечник и рапс. Последний самый популярный продукт идет как в регионы, так и на экспорт. Поставляют в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан и арабские страны. Доля внутреннего рынка – 80%. На сегодняшний день в Беларуси намолочено уже без малого 9 тонн зерна с учетом рапса. Вайлдберрис планирует расширить ассортимент отечественных товаров. Компания поставила высокую оценку качества уже продающимся изделиям. На маркетплейсе представлены мебель, домашний текстиль, трикотаж, фарфоровая посуда. Беларусь занимает второе место по продажам среди площадок компаний в СНГ. Две белоруски готовятся к полету в космос и успешно прошли первые тренировки. Девушки входят в основной и дублирующий экипажи 21-й экспедиции на МКС. В Роскосмосе отметили – наши соотечественницы быстро адаптировались к условиям невесомости и перегрузок. У них отлично развита координация и ориентация в безопорном пространстве. В ноябре белорусов ожидают длинные выходные. С 4 по 7 число наши соотечественники получат заслуженные дни отдыха. Отработка за 6 ноября переносится на 11-е. В праздничный период БЖД организовало 100 дополнительных рейсов. На внутренних линиях будут следовать 80 поездов по самым востребованным маршрутам. Важный диалог. В Бобруйском горсполкоме подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. Выполнены все ключевые показатели. Растет номинальная заработная плата и инвестиции в основной капитал. Обеспечена положительная динамика объемов строительно-монтажных работ, экспорта товаров и услуг. Подробности у Елизаветы Липеевой. Специалисты отмечают положительную динамику во многих направлениях. Привлечено порядка 226 миллионов рублей инвестиций. Из них около 67% строительно-монтажные работы, почти 30% производства. В промышленности основные объемы Белшина, ТДА, Красный пищевик, ТАИН, завод растительных масел. Во внешнеторговой сфере за прошедший период городам обеспечено выполнение прогнозных показателей. Темп роста экспорта товаров без учета республиканских организаций составил за январь-агуст 112% при задании на 9 месяцев 102,5. Темп экспорта услуг 106,1% при задании 103,2. От успешной работы предприятий зависит социальная стабильность. На 21 промышленную организацию приходится более 80% объемов производства города. В лидерах по выполнению бизнес-планов развития – «Славянка», «Бобруйск Трикотаж», «Завод биотехнологий», «Машиностроительный», «Домочай», «Комбинат хлебопродуктов» и другие. В формировании собственных доходов бюджета города определяющая роль традиционно принадлежит ООО «Белшина» – 6,9 млн. рублей, ТДА – 2,8 млн. рублей и «Бобруйскогромашу» – 1,9 млн. рублей. Город растет и развивается на глазах. Более 30 тысяч квадратов жилья введено в эксплуатацию. Аренде уделяется особое внимание, свободных помещений достаточно. С перечнем комфортабельных квартир можно ознакомиться на сайте горосполкома. Строительная отрасль всегда на контроле администрации. Графиком строительства и финансирования жилых домов на 2024 год предусмотрено строительство 17 многоквартирных жилых домов. Из них по 7 объектам начало строительства 2023 год. В темпе ускоренного развития «Бобруйск» – единственный регион Могилевской области, который входит в перечень городов 80+. Для комфортной и счастливой жизни созданы все условия. И работы по совершенствованию ведутся ежедневно. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Медицинский автопарк. Бобруйская центральная больница пополнила гараж легковыми автомобилями «Джили». С новыми седанами специалисты будут оперативнее обслуживать пациентов, выезжать в районы для проведения необходимых процедур. Люди, которым физически сложно добраться до больницы, могут вызвать врача на дом. В учреждении здравоохранения города Бобруйска планово обновляется автопарк. В октябре 2023 года мы приобрели 7 автомобилей медицинской помощи. На этих автомобилях медицинская помощь будет оказываться населению как города Бобруйска, так и Бобруйского района. Забор крови, общий анализ, ЭКГ, вакцинации – все это реально сделать на дому. Плюс консультации узких специалистов – хирург, офтальмолог, невролог и другие. Ежедневно медики выезжают до 15 раз в день. На территории района работают 8 врачей общей практики. Самая частая причина вызова – повышенная температура, высокое давление и боли в пояснице. Наша главврач поликлиники и весь коллектив поликлиники оказывают благодарность за то, что нам доверили новую современную машину, благодаря чему мы сможем более качественно и более своевременно оказывать медицинскую помощь населению. Очень поможет мне и моим коллегам, а также младшему медицинскому персоналу для осуществления лабораторной диагностики на дому. Помощь населению в Бобруйске оказывают 10 поликлиник, 3 из них – детские. Работают 113 общеврачебных команд. Ежедневно кабинет доктора посещают до 35 пациентов. В стране появится собственный препарат от гриппа. Первые прототипы Центр экспериментальной и прикладной вирусологии представят в начале следующего года. В массовое производство вакцина выйдет в 2026-м. Антигенный состав будет меняться ежегодно. Пока же белорусские медики предлагают на выбор три препарата – российский, французский и швейцарский. О сильном иммунитете Юлия Вернер. Поликлиника номер 7 оснащена всеми необходимыми материалами. С ковидом и гриппом предлагают бороться китайским препаратом Верацелл и российскими Спутник Лайт и Гриппол Плюс. Осмотр врача – обязательная процедура перед вакцинацией. Учитывая предыдущий сезон УРИ, в нынешнем сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов – вируса гриппа и коронавирусной инфекции. Оба этих вируса опасны для человека, но наиболее уязвимые – это дети, беременные женщины, люди в возрасте, имеющие ряд хронических заболеваний. От болезни можно сделать два укола одновременно. В планах привить более 10 тысяч человек. На сегодня количество вакцинированных – 25% от общего числа. Иммунизация населения проводится на бесплатной основе. И детям делали, и сама делали, и можете, и все делали. После прививки нормальные ощущения, немножко там подбаливали, вот перечет, и все. В детской поликлинике номер 2 компания идет полным ходом. Для профилактики гриппа предлагают привиться препаратом российского производства. Он содержит распространенные в этом сезоне антигены. По рекомендации ВОЗ состав вакцин ежегодно обновляется. Последствий после вакцинации мы не видим. Иногда, крайне редко, могут незначительные быть постприючные реакции. Это может быть местный небольшой отек, может быть незначительная гиперемия, может быть повышение температуры до суфевринных цифр. Просто мы рекомендуем маме наблюдать за состоянием ребенка. С момента поступления лекарства в медучреждение профилактику получило более 300 человек. Прививать малышей начинают с 6 месяцев. До 3 лет препарат вводится двукратно с интервалом в 28 дней. После – единожды. Иммунитет формируется спустя 3 недели и сохраняется в течение 365 дней. Сделать укол здоровья можно бесплатно. После прививок, если даже и болеем гриппом, то легче переносим без всяких последствий для организма ребенка и для его здоровья. Я прививок не боюсь. В осенний период стоит быть еще внимательнее к состоянию своего организма. Вакцинация – самый лучший способ предупреждения различных болезней. Вовремя сделанная прививка позволит уберечь себя и своих близких от нашествия вирусов. Юлия Вернер, Станислав Чичерин. Итоги недели. Любовь к родине. В Бобруйске открылся военно-патриотический клуб. Юность в сапогах. 10 учеников Туголицкой школы произнесли торжественную клятву. Молодые патриоты дали обещание всегда хранить верность своему отечеству, быть честными, защищать слабых и преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Основная цель военно-патриотического клуба «Доблий» заключается в том, чтобы с ранних лет прививать ребятам чувство товарищества, непосредственно на примерах показывать, что хорошо, а что плохо. Потому что в таком раннем возрасте, если мы этим заниматься не будем, этим будет заниматься кто-то другой. И уж лучше мы, чем улица. Мы хотим стать сильными, мужественными и хорошими. И быть самыми главными патриотами своей страны. Участников клуба ожидает насыщенная программа. Это как и военная дисциплина, так и культурные мероприятия. Школьники обучатся строевой, огневой и военно-медицинской подготовкам, а также посетят памятные мемориалы и центры. Бонусы для многодетных. В Беларуси изменились правила использования семейного капитала. Основные нормы без изменений. Ограничения касаются использования денег для получения образования. Введен ежегодный лимит. Траты не должны превышать стоимость обучения за текущий или предыдущий учебный год, в том числе для погашения задолженности. Программа, напомним, действует с 2015-го. Всего на 1 октября 2023-го открыто свыше 130 тысяч депозитных счетов. Для назначения семейного капитала в семье необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации Первомайского района, либо Ленинского, в зависимости от регистрации. На сегодняшний момент на территории Первомайского района проживает 1657 многодетных семей. На территории района 77 семей имеют 5 и более детей. Семейный капитал – единовременная выплата от государства. Размер – 29 950 рублей. На эту сумму могут претендовать родители, которые воспитывают троих или более несовершеннолетних детей. Первоначально тратить средства можно было только по достижении ребенком 18 лет на улучшение жилищных условий, медицинские услуги или образование. С 2020-го появилась возможность использовать деньги на те же цели досрочно. Их объятия самые крепкие, их поддержка самая сильная. Беларусь отметила День Отца. Праздник стал прекрасным завершением недели родительской любви. В адрес тех, для кого воспитание детей – смысл жизни, слава благодарности и искреннее пожелание счастья. На что способна папина любовь? Ответ у Елизаветы Липеевой. Вместе и дома, и на работе. Александр Конюшенко и его сын Павел – наследники трудовой династии, которая берет свои истоки с самого основания фондока. Работа на одном из старейших предприятий города для семьи только в радость. Ведь так приятно, когда близкие всегда рядом. Фондок меня отправлял учиться в лесотехшколу Бобруйскую на Кроновщика. Ну, потом вот Пашу моего тоже туда отправили. Очень сильно помогает. Мы все время работаем вместе, бригадой, так скажем. Я доволен, что так есть. На сильные плечи отцов всегда можно положиться. И в этой семье знают об этом не понаслышке. Суперпапы Павел и Александр Конюшенко и дома успевают выкладываться на максимум. Принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, которое, возможно, станет продолжением трудовой династии. Папа очень заботливый, уделяет мне много времени. Мы часто ходим с ним гулять, радует семью нашу вкусными ужинами. Огромное-огромное спасибо за то, что он у нас есть. Это наша большая опора. Он самый лучший, самый надежный, самый ответственный. И он очень-очень порядочный. Его очень люблю. В семье Филипчик растят настоящих богатырей. Папа когда-то и подумать не мог, что в его жизни будет столько счастья. Дети для него смысл жизни. Ради них он просыпается рано утром, чтобы приготовить вкусный завтрак, а вечером спешит с работы, чтобы как можно больше внимания уделить любимым. Это очень здорово иметь троих сыновей и двигаться за ними все вперед и вперед, показывать им что-то новое, то есть преподносить что-то им интересное, чтобы они это умели в жизни воплотить в свою мечту и делать так, как показывает папа, гордиться этим. Старший радует достижениями в спорте, средний удивляет танцами младший будущий певец. Но есть и то, что объединяет всех – рыбалка, конструктор и, конечно, любовь. Мой папа лучший. Я его люблю, за что он возит меня в аквапарк и в Санкт-Петербург. Я хочу стать как папа – быстрым, смелым, ловким. Мой папа самый крутой. Я желаю ему, чтобы он был добрым, ласковым, любимым. Он очень надежный, очень любит наших сыновей, проводит с ним времени, вкладывает в них много души. Благодарим Бога, что он есть в нашей судьбе и благодарю его за то, что мы имеем троих прекрасных сыновей. Быть примером для своих детей – самая ответственная и важная работа. Ведь нет ничего прекраснее родной улыбки и таких теплых слов. Папа, ты мой герой. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Волнение арабского мира, полный блэкаут и обновление красного сервиса. На Ютьюбе планируют ввести более 30 новых функций. Чего стоит ждать? Далее громкие заголовки мировых новостей. Ситуация на Ближнем Востоке наколена до предела. Удар по больнице в секторе Газа обострил обстановку за пределами конфликта. По всему арабскому миру прошли многотысячные акции протеста. Египет, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия и Ордания и участники Лиги Арабских государств возложили ответственность за преступления на Израиль. По различным оценкам, в результате попадания ракеты по больнице погибших от 500 до 1000 человек, сотни раненых, множество под завалами. Дональд Трамп вновь вернулся в суд по гражданскому делу о мошенничестве. Эта ситуация ставит под угрозу его бизнес по недвижимости. Бывший президент США не встретился с ключевым свидетелем. В сторону Трампа предъявлены обвинения по завышению цены активов и изменении чистой стоимости в финансовых документах. Илон Маск рассматривает возможность блокировки своей социальной сети на территории ЕС. Причины – новый закон о цифровых услугах в Евросоюзе и начатое расследование в отношении платформы. В апреле прошлого года, напомним, миллиардер приобрел Твиттер, но позже переименовал ее в Икс. В столице Гвинеи отключили электричество из-за того, что правительство не оплатило счета. Министр экономики страны сообщил, из 15 миллиона из задолженности перед компанией власти выплатили 6. К слову, этот же оператор плавучих станций также поступил со столицы Сьерра-Леона Фритаун из-за невыплаченного долга около 40 миллионов долларов. YouTube сможет находить музыкальные композиции по напеванию и свисту. Видеохостинг планирует введение новых функций для облегчения использования платформы. Еще одной новинкой будет возможность сглаживания разницы громкости звука в видеороликах. Всего добавят около 30 нововведений. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск 360 и я, Ольга Васинда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин